Для вас прокомментирую матч Астралис-Мибор. Который уже, как мы видим, начался один в один. Пистолетный раунд заканчивается у Глэйва. 38 хп. Кстати, он не спешит устанавливать бомбу. Посмотрите, 35 секунд. И, по-моему, Тако все-таки повелся. Побежит ближе к ХБ. Да, но Глэйв это все-таки мегамозг. Я не знаю, 5 мегамозгов у команды Астралис. И даже не видев весь экшен на пистолетке, мы уже видим, что Глэйв на IQ пытается переигрывать Тако. Но кто бы мог подумать? Ну, в принципе, у Тако все-таки есть дефьюз киты. Он может еще потащить раунд. У Глэйва отсутствует бронежилет. В принципе, даже в туловище его можно убить. Но 12 секунд Глэйви ставит бомбу на дефолтике. Ну, куда, на длину пойдет? Да, или нет? Просто пленте стоит. Просто стоит пленте, играет на стрельбу, но, по-моему... Дефрый фаер. Делал фер. В итоге точка абсолютно без защиты. Бомба будет ставиться. Там колдзеров все еще в поисках дюпри. Подсадка, но слишком дефолт, наверное, для девайса. Он еще по итогу Фелпса разносит. Да уж, команда Астралис выигрывает. Я не знаю, можно ли назвать это форсом в полном смысле слова. Потому что три АК у вас на руках есть. У вас есть хорошие арморы. И, как мы отмечали, если смотреть на эти АК, то Арсенал выглядел даже поинтереснее, нежели у Мибор. Плюс ко всему Мибор еще не угадали. Втроем они работали под Б-точкой после того, как Мэджиска отдался там сам. Возможно, в этом и заключалась идея команды Астралис. Не берусь судить. Но, может быть, это был такой фейчок. Мол, мы пускай Мэджиска сами идем на медленную штутость. Прямо сейчас расстрелять девайса в спину. Главное прицелиться. Давайте-ка посмотрим. Фолан, ну тут главное не поймать разворот. Фолан просто идет к прицелу головы. Но обычно такие вещи заканчиваются не очень хорошо, если бы девайс развернулся. Но нет, два четких выстрела в голову. И Фолан все-таки делает этот килл. Глэй попытается выйти на размен. Фолан аккуратненько чекает плент. Еще и попадает по голове Глэйву. Зипникс родовый. Так, так, так. Это раунд. Еще далеко не потерян для мебров. Здесь Джупри родовый, Калцеро уже на банке. Бомба, конечно, установлена. Не знаю, 13 хп ее никак не защитить. Конечно, рановато. Но тут уже главное держать натиск. Так, а что же делать команда Астралис? Фейк разворот или все-таки дожидаются тылового игрока? Мэджис проходит тоже через детскую площадку. Нет, до конца будут врываться на Аплэн. Тут по-прежнему два опорника. Хороший вроде бы как перекрестный огонь, но флешка прямо в глаза для Калцеро. Тако оказывается спиной. И к позиции Дюбри. Калцеро тушит на дистанцию. Но тут, понятно, уже слишком много игроков атаки. Ну и Мэджис дожидается коннектора. Фолан думает с флешкой открываться или венка. Итого все-таки отбрасывает флешку. Выходит пепель. А-а. Момент истины. Так, что с тебе же флешка в глаза. Так, но преф на Фолана. Вот не к месту, наверное, отвернулся Габриэль. Само же понимает, тако за машиной его Фамос раскручен. Дальше влетает дым. И, возможно, под этот дым тако будет действовать. И, возможно, Астралис сейчас просто развернуться, имея 19 секунд в запасе, уйдут на Б. Кстати, туда же перемещается, как минимум, Калцеро. И по таким-то таймингам команда Астралис может и не успеть. Именно в том отношении, что бразильцы уже на Б. Болт. Бегло. Ой-ой-ой. Выключает первого. Бомба выпала. 6 секунд. Все, ну за плентом-то парень не даст. Поставить не даст. Ой, не даст. Есть все-таки это мебры, ну и даже пусть там текущая форма не лучшая, но Астралис действительно так максимально ответственно подходит к этому, но мебрам все равно не стоят в позициях. Фалб сдает уже второй фраг прострелом. Забирает девайса в голову. Ну, это неплохо. При этом 34 секунды у Астралис. Я не знаю, здесь только жесткая стрельба может спасти положение. При том, что очень дальние позиции уже прожаты игроками мебр. То есть занят коннектор, поддержку площадку прошли. Парный выпад на монстр, что не оставляет никаких шансов зипексу Фалбс. Дает третий килл для себя в этом раунде. Ну, и перекрывает без потерь. Вот так команда Майбр выигрывает четвертый. Расстрел. Так, ну пришел. Старший брат отомстить. Троих забрал, троих забрал. Все нормально. Фалбс, выдыхай. Разрулил. Красава. Здесь фолл на таком. Конечно, две позиции. Одновременно теперь приходится смотреть фолл. Ну и выход с трубы и эти двери. Мэджерск. Погибает. Вот так вот сработала подсадка. И читается абсолютно выход на точку А сейчас. 45 секунд. Астралис идут просто в западню. Уже смоки прилетели. Все. Занято. Закрыто на дуге. Тут куда ни иди будет западня, правде сказать. 2 плюс 2. Рассредоточились Мибр. При этом игрок номер 3, насколько я понимаю, ближе к девятке работает. Это Тафолон. Наверное, даже на ней он сейчас находится. Так, болото отжимается. 27 секунд. Там Молотов в шорт. То есть Астралис идут на дугу, там дым. Они возвращаются на болото, тут уже Молотов на шорт приземлился. Еще один. 19 секунд до окончания времени раунда. 16-15. Команде Астралис уже нужно выходить. Так, стычка в монстре. Флэшка не перестреливает. Фелпс. Своему соперника на Халзера бреет первого. Фоллэн в девятке саппортит. И конец. Вы все вряди, вы все вряди. Так, дальше Ферр. Разворот. Спрей. Даун. Сколько там? 18 хп остается. Фоллэн тем временем забирает Мэджиска. Двайс в размене. Ну, в один фрак здесь уже ничего не решит. 7-2. А вот и горящий локон. Шанс есть и на выбивание у команды Мибр. Если быть честным, именно глядя на холспойнт. Фл просто байтит внимание на себя для того, чтобы о монстре забыли. О монстре вроде бы Глэйф не забывает, но оказался без позиции. И Калзера также забирает девайсер. Бомба пищит всю на штырни. Но Мэджис даже не навелся. Калзера! Господи! Боже мой! Минус 3 от Марселла Давида. Конечно же, киты у всех на руках есть. Бомба обезвреживается. 8-2. Выбивание 4 в 4. И вот казалось бы, здесь она с нее уходит через зум. Контролит зигзаг. Гранат нету, Даня. Они просто стоят в пленте. Калзера! Это было красиво. Да, ну тут понятно, что бомбу ставить бессмысленно. Нужно находить хотя бы какие-то фраги. Хоть там 2 в 3, например. Но Глэйф теряет КП. Должен быть размен атака. Так и получается. Именно эпиталь. Да, все. Спалился. И возвращается назад. Без бомбы снова действовали Астралис. Видно, что искали этот первый минус. Выпускали Николая. Тут с Макит еще было видно Глэйфа. Три тайм-аута подряд нужно ставить Зонику. Просто плывут, пацаны. Какой финал? Тут сейчас можно от Мипрофа отлететь. Да, минус от Фера. Зипекс и Дюпри. Остаются здесь. Ну, я не знаю даже, как можно сказать. То есть слишком хороши Мибр или Астралис не похожи сами на себя. Потому что пока действительно не обычная команда. Хотя, конечно... Более мертвое, которые пытаются вычислять Дугу. Очень близок, на самом деле, к тому, чтобы увидеть Глэйфа. Вот и флешка, вот и выход от Кэпа датского коллектива. Там супер подсадка какая-то на длине. Хорошо было бы за ней посмотреть, потому что сразу три игрока. Да, так и получается. Но у нас подаваны на обсерверах, видимо, сидят на Майами. Вчера-то на пятом канале все было хорошо. Так, ну, Фоллэн в размене. Он понимает, что как минимум еще два игрока должны быть на длине. Ведь эту подсадку кто-то делал. Фелпс тем временем находит Зипекса. Это снова большинство. Злинуто нужно выходить. 30 секунд. Снова команда Астрали становится заложниками своего же тайминга. Тень видел Фоллэну. Девайс все-таки его сносит. 3 в 3. 23 секунды до окончания раунда. Фера Калзера под перекрестными позициями. Девайс не сумел отстрелить Фера. Следом под него. Открывается и Дюпри. Также погибает Глэйв. Очень поздно открывается. Он один без бомбы за 13 секунд. Без гранат атакует сейчас Астралис. Типа просто выходим, убиваем. Много инфы собрал. Девайс уже падает. Дюпри. Выходит. Дает фраг. Следом еще Мэрис Бой забирает. Так, Калзера в размене перестраивается. Но Шорт вешает кучу второму и пытается принять монстр. Пока он димает. Отпущается флешка. Третий килл от Калзеры. Милостивый Иисус. Несите медали МВП из дома. Я все еще здесь. Говорит на Марселла Дэвид. Или Давид. Как правильно я не в курсе. Пишите в чатике. Ну а Глэйве. Он снова последний. Он как бы такой закрывающий. Всегда вроде команда все делала хорошо. А тут вот один в три. При этом по последним матчам нельзя сказать, что Глэйв обычно играет роль забирающего игрока. Зачастую он работает первым номером. Например, вспомнить их Таст, который мы видели с прошлого Бласта. Когда он просто вырывается на длину, а его тиммейты бегут на Б. Но сейчас действительно все не очень хорошо. Но для него 40 секунд. И попытка выиграть раунд 1-3. Так, девятку он замечает. Конечно же, мебры играют на время. Здесь уже установленная бомба сама по себе ничего не даст. Глэйв еще спиной поворачивается к шорту. Скорее всего оттуда. Сейчас, да, просто выйдет Фернандо. Иначе сколько там? 30-29 секунд. На топол. Ясно. Сейчас просто пойдет. Да, фоллун, фоллун уже бежит. Мы видим номер три на радаре. Хлоповать имейтам под базу Б. Коул прыжками. Увидел тоже. Так, ну така вроде бы замечают. И в Асити что-то можно было бы за рядом. Калдзера. Пушат така. Ну он спокойно доводится. Аук в руках работает. Зипикс. Ю, МП. Сложно, конечно. Больше. Завел 13-2. Кто бы мог подумать. Фелпс его будет выпускать. Ой, 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 ой. Много дэмэджа. Дюбри, одно хп. Так, бывает. Конечно, у Девайса 39. Калдзера забирает Мэджиска. Это был фраг под Б. Бомбы, напомним, находятся там же. Фелпс в свою очередь доминирует на базе. Боже, разносит две головы. 23 секунды. И теперь можно оформлять сплит для своих тиммейтов, потому что у Зипикса чудовищная позиция. Там Девайс сейчас может выбить бомбу. А, понятно. Ну, если только метательным ножом он мог выбить эту бомбу. Так, перестрелка. Фелпс, она не отрезана. Нужно просто отвлекать внимание. Тянуть время. 7, 6, 5 секунд. Но бомба уже устанавливается. И походу это должен быть раунд для МАБР, если только Зипикс не вытащит плач 1 в 3. Чего, разумеется, не случится. 14-2 леди, джентльмэ. Девайс у него на саппорте. Ну, 36 секунд. И на самом деле пока задел не то, чтобы очень перспективно. Команда Нибр. Плюс взлетает поздний дым. На тушевые. И холод. Вот это поворот. Просто через дымы. Простреливает. Попадание было. Нет, даже не было попадания по Фернандо. Это два синхронных пила. 22 секунды. Мэджиск бой также умирает. Что? Это 15-й. Вот так вот нужно выходить в последних таймингах. Говорят нам бразильцы. И делают красиво. Даже хп толком никто не потерял. Бомба стоит. Постреливая Зип. Надо сейвить уже. Ну, понятно. Наигрались. Астракт. В этот раз у них побольше гранат. Выход на длину. Тут вроде бы как так надежненько стоят. Но без девайсов. Первого забрали. Дюпри не попал. Вот как бы и все. Так, так, так. Дюпри. Ну, там у Калзера 58. Что-то по-прежнему не залетает. Понимает Расмуссон, что нужно уже уходить отсюда. Оу, разворот. Это хороший был выстрел. Следом флешка. Сколько? 29 хп у Дюпри. И, да, по факту, конечно же, имея очень хороший уровень стрельбы. Майбер его проходит. У Глейва 18 хп остается. У Зипикса сотку. Он, конечно, четкий клачер. Но Фелпс, по-моему, уже слишком в себя поверил. Идет. Ну, слишком для своих соперников. Конечно, 2 хп у Глейва. Ну, тут без шансов. Давайте смотреть в радио глаза. 2 в 4. Глейв не попадает. Ну, в общем, все золотые слитки Зоника были сегодня поставлены на МАБР. 16 вам! Субтитры сделал DimaTorzok